Добрый день, уважаемые телезрители! Рад приветствовать вас в телестудии ЕСНТВ. Сегодня у нас в гостях руководитель проекта под названием «Мы справимся» учебного центра Керсти Вылу, Алифтин Ермакова. Добрый день вам! Добрый день, Сергей! Если можно приоткроть деталь, ну что же это за проект, и вместе мы справимся, для кого он предназначен? Да, сегодня я хотела бы рассказать действительно о новом интересном проекте, который у нас запускается в Водовируме. Предназначен он для всех людей, проживающих в Водовируме, но для тех, кто безработный. В нем могут принять участие молодые неактивные люди в возрасте от 16 до 29 лет. Это люди, которые не учатся и не работают в данный момент. Или так называемые длительные безработные. Что такое длительные безработные в рамках этого проекта? Это если полгода ты являешься безработным, то есть ты можешь уже смело принимать участие в данном проекте. Организатором проекта является учебный центр Керсти Вылу. Находимся мы в Ихве, по адресу Коли 7. А финансирование от Европейского социального фонда. Что в рамках этого проекта вы предлагаете? Безработным, какие-то курсы, развиваете какие-то навыки, или может быть просто помогаете контактами, или свести с работодателями будущего? Нет, проект действительно очень интересный. В нем очень много различной деятельности. Прежде всего это обучение. В рамках данного проекта у нас будет 110 часов обучения. Это довольно-таки большое количество. Из них 36 часов мы предлагаем мотивационного колитуса. Это обучение, которое поможет людям, может быть, проанализировать себя, понять, что у них не совсем получилось, может быть, в каком направлении двигаться, даст какой-то эмоциональный толчок, придаст уверенности в себе, и да, поможет поверить в свои силы. Также мы предлагаем в рамках этого проекта основные курсы компьютерного мастерства и дела. То есть здесь мы будем смотреть от группы. Так как у нас люди могут быть от 16 лет и, скажем так, до пенсионного возраста, мы понимаем, что уровень знаний может быть абсолютно разный, поэтому программа будет составляться индивидуально. Понятное дело, что пожилые люди могут уметь немного менее, чем молодежь, и у некоторых, может быть, даже стоит начать с того, что создать адрес электронной почты, а молодежь, как правило, с компьютером на «ты», и там мы посмотрим, что еще можно им предложить, чтобы еще больше улучшить их знания в этом. И третья группа обучения, которую мы предлагаем, это практическое знание языка. У нас проект предусмотрен для 40 человек, из них половина будет эстоноговорящих, половина русоговорящих. Поэтому те, кто у нас русские участники в проекте, мы предлагаем эстонский язык. Те, кто у нас будут эстонцы в проекте, то мы предлагаем вариант либо русский, либо английский. То есть человек может сам выбрать, что ему надо отшлифовать. Мы не будем углубляться в грамматику, в правила школьные и так далее. Это именно практический язык, чтобы помочь человеку на какие-то элементарные бытовые темы разговаривать, подготовиться к собеседованию, к интервью, и чтобы помочь в поисках именно работы. Ну или может быть даже просто разговориться, поскольку многие владеют, но просто боятся. Да, да, знают, но барьер, да, барьер. Так, насчет языка все понятно. Скажите, пожалуйста, в связи с COVID-19, есть ли какие-то сложности, будут ли это контактные встречи или дистанционные при помощи компьютеров, планшетов? Да, на сегодняшний день у нас, конечно, мы планируем больше контактно. Нам хотелось бы контактно, но есть свои ограничения в государстве, которые мы должны соблюдать. Но мы готовы, у нас тоже уже приобретена, пришла вся техника, то есть мы готовы к гибридному обучению. То есть те люди, которые не могут контактно присутствовать, мы сделаем возможность удаленно учиться через Zoom. Вся техника у нас для этого тоже имеется. Здорово. Запланированы, может быть, какие-то встречи с работодателем, какие-то экскурсии на промышленные, предприятия, заводы, какие-то вот контакты именно? Да, это у нас тоже есть. С кем конкретно пока всех нюансов я открывать не буду. Но помимо того, скажу, что у нас есть обучение, у нас запланировано 20 часов индивидуального консультирования на каждого учащегося. Это может быть консультации по долгам, это может быть психологические консультации, это могут быть консультации карьерного специалиста, потому что два года были тяжелых, у людей проблем много разных, у каждого свои. Мы предлагаем лично помощь. И также у нас, конечно, есть так называемые рабочие клубы, это семь таких встреч, где, да, у нас будут встречи с юристами, мы поговорим о трудовом праве, у нас будут встречи с потенциальными работодателями здесь, которые у нас в регионе, именно вы доверны, потому что мы заинтересованы, чтобы люди оставались здесь, а не уезжали далеко. У нас будут практически разные такие ролевые игры, будем пробовать интервью разные. Команда лекторов у нас и учителей, и консультантов, очень профессиональное, компетентное, очень интересное. Стать участником этого проекта это платно, бесплатно? Нужно ли пройти какую-то регистрацию, заполнить бланк, пройти отбор какой-то или, в принципе, вот, расскажите. Участие в проекте абсолютно бесплатное. Абсолютно бесплатное. Помимо всего того, что я уже перечислила в проекте, также участники будут, конечно, накормлены обедом во время учебных этих дней. Также предусмотрена стипендия. То есть те, кто будет приезжать на место, она, конечно, небольшая, 3,84 в день, ну, это государственным предусмотрен, но все равно, да. И плюс также транспортные расходы. То есть человек, который будет добираться, даже если он будет добираться на бесплатном уездном автобусе, ему все равно будет компенсация за вот дорогу, да, вот эту. Участие абсолютно бесплатное. Что до этого надо сделать? Надо просто заполнить анкету на сайте kvkolletus.ee. Отправить вам и как быстро получится ответ? Ну, честно говоря, мы проект хотим запустить как можно быстрее. В идеале это уже начало февраля. То есть если вы сегодня заполните, вы, может быть, даже сегодня уже получите ответ. Здорово. В начале февраля мы стартуем, вы сказали, около 110 часов. Когда завершится проект и что по результату проекта вы ждете? Так как у нас мы планируем набирать до 40 человек в проекте, мы решили их поделить на группы. Всего 4 группы по 10 человек. Но так обучение будет более эффективное, когда группы более компактные. И мы планируем на одну группу до двух месяцев. То есть сейчас по нашему графику, если мы начинаем через неделю-полторы, то до конца марта первая группа у нас закончит. Потом мы готовимся к следующей, вторая у нас учится апрель-май. И так далее. Длительность проекта полтора года. То есть вот эти 4 группы у нас пройдут максимально в полтора года. Успеем раньше? Хорошо. Но наша основная задача какая? Прежде всего помочь людям. Помочь им трудоустроиться. Хорошо, если все трудоустроятся. Ну и конечно у нас есть свои требования, как в любом проекте, свои нормативы. То конечно минимум 45% мы должны трудоустроить обязательно. Но мы как бы, опять же говорю, мы не гонимся именно за этой цифрой 45% или 18 человек. Мы просто хотим помочь максимально нашим людям, потому что государство выделяет деньги, выделяет хорошие деньги на помощь людям. Но почему не воспользоваться? Абсолютно верно. И здесь я тоже хочу задать вопрос нашим телезрителям. Почему бы не воспользоваться такой замечательной возможностью и поучаствовать в проекте? Если можно, еще два слова про сам учебный центр. Чем вы занимаетесь там? Да, учебный центр это у нас специальное здание было, которое 10 лет назад построено для этого учебного центра. На самом деле Керстивый Луколитус, Кескус. Это, наверное, первый у нас водовируемый центр, который начал предлагать изначально языковые курсы. Сейчас, конечно, предложений и услуг очень много. Это языковые курсы, это индивидуальное консультирование, это аренда помещений, это мы можем организовать обучение для любой организации предприятия и фирмы. К нам обращаются школы за специализированным. У нас есть обучение для медработников. То есть очень много, большой спектр разных. Спектр большой. Заходите на наш сайт kvkolitus.es, страничка в фейсбуке. Всегда есть информация, найдете обязательно что-то интересное для себя. И да, мы являемся партнером КАСП «Безработица». Вот только хотелось спросить, сотрудничать ли вы с ними? Да, сотрудничаем, и клиентов, учеников у нас очень много. Как на языковых, так же, как и консультирование, и оказание первой медицинской помощи, и технические всякие. То есть много-много. Целый комплекс различных сфер. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, сотрудничаете с КАСП «Безработица». А как сегодня уровень безработицы у нас в регионе Довирума? Говорят, что за последние два года в связи с пандемией он достаточно вырос в процентном соотношении. Да, на самом деле, вот сегодня только смотрели статистику опять последнюю. В Довирума по-прежнему на первом месте по уровню безработицы. Но что хочу отметить, все-таки какая-то маленькая, но тенденция есть в лучшую сторону. Потому что когда мы этот проект писали осенью, у нас было 11,8% безработицы. Сегодня сказали, что нам 10,9%. То есть почти 1% все-таки у нас уменьшился. Но мы надеемся, что с помощью нашего проекта будет еще лучше. Безработицы будет еще меньше, люди выйдут на рынок труда и найдут себя. У нас есть маленькая рубрика поздравления, приглашения, контакты, информация от нашего гостя. Напомню, что сегодня у нас в студии был руководитель проекта «Вместе мы справимся» Алифтина Ермакова. Да, уважаемые зрители, я вас всех приглашаю. Регистрируйтесь, принимайте участие в нашем проекте. Проект дает огромные возможности и для вас это все бесплатно. Информацию найдете на сайте kvkolitus.ee Спасибо огромное за вашу работу. А вы, телезрители, переходите на сайт, регистрируйтесь уже 1 февраля. Проект стартует. Желаю вам удачи. Последние новости найдете на сайте молодой.ee Хорошего вам дня. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...